друзья приветствую вас шалом так надеюсь я на связи приветствую вас дорогие привет шалом мир божий ваши дома ваши семьи ваши сердца думала я сегодня не планировала выходить в эфир думала про лечу на пролететь не получилось господь не отпустил таким дорогие дайте мне знать нормально ли меня слышно все ли в порядке чтобы я была уверена напишите пожалуйста кто сегодня с нами откуда вы подключились из каких городов как вас зовут будем рады поприветствовать вас так привет дорогие ну что ж вижу наших активистов слава богу не нашел он бегу люда тамара майк привет привет дорогие слава иисусу хорошо меня слышно надеюсь что хорошо слышно любовь шалом юра привет геннадий шалом слава богу киев грузия украина азербайджан великобритания казахстан славянск лидия привет слава господу таня таня прошу прощения там чак из подмосковья рада приветствовать хорошо дорогие очень рада что вы смогли выйти в прямой эфир не смогла я не сделать этого поняла что нельзя это откладывать и нужно высвободить то что буквально сейчас отец говорит и поэтому я здесь и слава богу за все что дух святой приготовил и что он будет сегодня совершать и для харькова и для кыргызстана и для казахстана которая с нами здесь так вижу уже немного собрались люди потому что эфир не запланированная заранее не объявляла вот вижу что мы немножко уже собрались поэтому можно начинать бела церковь привет галина шалом дорогие я в большом предвкушении сама сейчас нахожусь потому что это конечно это конечно потрясающе что господь сейчас сделал и что дух святой проговорил это очень меня саму это взорвало в откровении и я прошу вас чтобы вы сейчас дорогие дорогие братья дорогие мои сестры чтобы вы сейчас приготовились принимать духом не разумом только на духом потому что помазание которое содержит это слово и это откровение она будет совершать у вас взрыв определенной божьей работы я уже это предвкушаю и спасибо тебе дух святой дорогой дорогой я благодарю господа за то что он приготовил для нас сегодня и для беларуси которая к нам присоединилась слава господь господь спасибо тебе спасибо тебе дорогой дух святой за то что ты движешься существуешь являешь себя и проявляешь себя сейчас среди нас я прошу тебя чтобы дух откровение и сейчас когда я буду делиться этим откровением чтобы дух откровения открывался на моих братьях и сестрах и приносил твою трансформацию в мышление трансформацию в осознание себя господа ту самую сверхъестественную божественную трансформацию которую господь желает совершать в своих сыновьях и дочерях в это время подготавливая нас к откровению его природы в нас подготавливая нас к явлению его в нас подготавливая нас к явлению его царства среди нас я благодарю тебя дух святой за то что сейчас ты уже прикасаешься к нам ты прикасаешься к сердцам и я прошу тебя чтобы ты наполнил друг святой я прошу тебя чтобы ты наполнил сейчас каждого кто здесь сегодня на эфире и наполнил своим присутствием своим пребыванием своим совершенным миром и своим шаломом я прошу чтобы ты прикоснулся славой своей каждому кто сейчас слушает этот эфир в прямом эфире или в записи дорогие я прошу чтобы вы сейчас очень внимательно потому что признаюсь вам я сейчас в таком особенном благоговении перед господом и такое присутствие божье переживаю что я нуждаюсь в особо божьей благодати чтобы передать вам это слово потому что когда взорвано откровение внутри я могу иногда теряться в том как его донести касается это дорогие жизни с избытком которые мы с вами знаем что иисус принес нам он сказал я пришел чтобы вы имели жизнь и имели не просто имели жизнь то есть не просто жили и не просто имели жизнь во всех сферах своей жизни но чтобы эта жизнь была с избытком и чтобы передать что господь сейчас буквально полтора часа назад сказал мне что я получила от него я должна дать короткую предысторию я молюсь сейчас именем иисуса чтобы все что отвлекает сейчас нас и все что мешает сейчас пытается атаковать и мешать народу божьему и этому эфиру высвобождаться откровением и драгоценным людям божьим получать это откровение и получать это наделение которое сегодня дух святой я верю будет совершать чтобы все эти вещи были остановлены прямо сейчас и чтобы никто и ничто не отвлекал дорогие сейчас я не буду молиться ни за вторую половинку смотрите как один начали писать чтобы создать семью вторую половинку драгоценные это все прекрасно я верю что для вас господь это усмотрел но сейчас мы точно не будем об этом молиться я сейчас точно не буду молиться у нас сейчас совершенно дорогие другое время сейчас время для того чтобы вы открыли свои сердца для господа и получили от него его самого потому что источник жизни с избытком это сам ешуа дорогие и он источник всего всякого благословения для вас всякого желания которое вы даже ну вы даже не могли желать слово божье говорит наслаждайся господом утешайся господом и он исполнит желание сердца твоего я прошу вас родные чтобы вы сейчас настроились на то и сфокусировались в том чтобы получать от господа его прикосновения его наделение то которое содержит это послание и его наполнение духом божьим и отдайте господу все свои нужды сейчас все свои желания вот просто отдайте доверяя ему что он всем правит я прошу вас чтобы вы сейчас сосредоточились на том что господь желает вам сказать донести и высвободить это намного больше чем любое ваше желание знаете однажды господь сказал мне в очень такой интересный период моей жизни когда я была озабочена в буквальном смысле слова некоторыми желаниями которые даже я была убеждена что они были от господа что господу пришлось остановить меня простым вопросом и он спросил меня а чего ты хочешь он назвал меня по имени и задал вопрос чего ты хочешь и от избытка моего сердца заговорили мои уста выкладывая это мое желание пред господом за которое потом мне было стыдно конечно и господь возвращал меня в то же состояние и в то пребывание в нем когда он сам является наивысшим моим желанием чтобы я на самом деле в хорошем смысле была озабочена им и все остальное могла искренне почистить то и даже самые драгоценные свои мечты и видения от господа которые он вложил поэтому нам очень важно уметь откладывать в сторону свои желания и сосредоточить себя и свое сердце на том кто является наивысшей драгоценностью то и самой тем самым сокровищем то и самой драгоценной жемчужиной ради которого ради которой можно и нужно и мудро продать все поле и отдать все свое умение чтобы приобрести эту жемчужину или приобрести то поле где она есть Боже спасибо тебе за драгоценные сокровища которые ты приготовил для нас и то дорогие что сейчас я поделюсь с вами лично для меня это глубочайшее сокровище я верю что это одно из драгоценных сокровищ которые приготовлены для тела Христова в последние дни это одна из тайн которая будет открываться и которая открывается уже я верю мы в это входим в это время апокалипсиса раскрытие явления сфер Господа раскрытие его тайн вскрытие обнаружения проявления явления его одна из этих тайн это силы грядущего века и так я перейду сюда попытаюсь это передать меня это взорвало сегодня просто вау короткая предыстория некоторое время назад больше года уже назад господь переместил меня в то место где я сейчас нахожусь посредством призыва и посредством откровения о голубице и кто смотрит мои эфиры уже некоторое время вы помните этот момент это был сентябрь девятнадцатого года когда господь начал говорить мне о голубке когда господь начал призывать невесту как голубку и собирать как я сейчас уже и через некоторое время после того я поняла и сформулировала что он собирает команду голубицы он начал говорить об этом в сентябре девятнадцатого года когда он послал меня в мой старый дом в детали в детали этого я сейчас не пойду это отдельная тема и он призвал меня прийти сюда и начать восстанавливать сад старый сад да голубка возвращается в свой сад это это было все пророчески когда я приехала сюда в послушании а ситуация была такой что сюда приезжать по-человечески не стоило поговорим об этом в другой раз но я поехала по откровению верою и когда я приехала сюда господь начал говорить и зазвучала песня которую я с детства не слышала лети в мой сад голубка и это была песня любви это был призыв в любовь это был призыв в единение с возлюбленным это был призыв к сезону встреч с господом как с возлюбленным супругом и это она тогда я начала входить в откровение призыва господа для невесты как голубицы через некоторое время впоследствии а когда я уже была в одессе господь призвал меня переместиться сюда верою и по слову его в послушание я переместилась сюда и все это время как никогда в своей жизни святой дух начал углублять меня и укоренять меня в откровении господа и в глубочайшем его шаломе и красные линии в моих посланиях в этом году особенно шел шалом божий покой божий это есть грань голубки и несколько дней назад меня начало окружать какое-то новое 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 измерение этого откровения и просто дух святый начал вовлекать меня в виное измерение откровения единения с господом и все это грань голубки интересно что это вот особая вот эта волна сейчас в эти дни когда господь начал помещать меня в это особым образом уникально удивительно но это началось в тот день дорогие когда на меня была произведена достаточно серьезная атака о которой я сейчас кратко должна тоже сказать потому что это является частью этой истории и этого важнейшей частью этого откровения будьте внимательны да мы взяли сейчас немного призыв голубки возвращение в любовь призыв призыв господа призыв от господа в близость единения с ним и вот теперь вторая зарисовка в старом доме в котором я сейчас нахожусь который который как я имею откровение и слова от господа он дал мне восстанавливать и совершается здесь многое пророчески и будет высвобождена и вот в эти дни когда я должна была делать очередное дело важное дело важное дело связанное с откровением возгорания сердца и того что отец в это время совершает в теле христовом с сердцами это возжигание сердец с жгучей любовью к Иисусу и восстановление огня на жертвеннике в храме Господнем в доме Божьем кое-что я должна была совершать и я к этому готовилась непосредственно некоторые мои братья и сестры знают об этом детальнее те кто поддерживает меня те кто в курсе и вот в это время когда я делаю этот важный шаг к которому я готовилась уже достаточно малое время происходит эта атака в один день атака в два этапа первый этап ночью около двух или трех ночи чтобы вы понимали да я сейчас живу в очень ветхом доме который господь дал мне восстанавливать и совершать восстановление в откровении восстановления дома Божьего я немножко так приоткрываю и вот я сплю в комнате и часа в два или в три ночи я просыпаюсь от того что с потолка обваливается на меня огромный кусок знаете в старых домах дом пятидесятых годов и там есть на потолке такая балка как перекладина и на ней многие десятки лет набиралась штукатурка и вот кусок с этой балки длиной приблизительно сантиметров сорок и шириной ну наверное где-то восемнадцать сантиметров шестнадцать восемнадцать вот такой кусок балка длинная метра четыре с половиной но именно кусок который прямо над моей головой вот такой большой обваливается на мою голову толщина этого обломка как я уже потом смотрела и фотографии показывала некоторым из вас в тот день около двух сантиметров то есть вы понимаете что это серьезный кусок это не слой не какой-то знаете тоненький слой штукатурочки обсыпался это конкретный обломок тяжелый камень по сути два сантиметра тяжелый как камень два сантиметра толщиной я вскакиваю с постели от шума вокруг моей головы этого обвала и когда я уже поднялась с кровати и посмотрела на свою подушку потому что я когда услышал этот шум я проснулась и встала ну поднялась с подушки я посмотрела на мою подушку и этот большой обломок который сейчас виден на потолке у меня есть фотографии он упав на мою голову разбился на три больших на четыре больших куска один из них поменьше и три больших вот такой вот где-то длины и толщина по два сантиметра в итоге два куска были у меня по бокам головы а один длинный кусок над головой то есть за головой вот если я лежу на подушке и четвертый обломок где-то валялся в стороне то есть этот обломок конкретно упал не на голову и часть которая обвалилась она прямо непосредственно над моей головой над подушкой находится но друзья мои ни один из этих обломков ни один из этих кусков ко мне не прикоснулся у меня нет не было ни единой царапины то есть вообще не то что царапины не было а вы понимаете таким куском это вообще-то должно было прибить или ну это серьезно достаточно даже должен быть хороший удар во всяком случае и это могли быть повреждены глаза и это могла быть разбита голова но но у меня не то что мне было царапины ко мне она даже не прикоснулась я не ощутила даже прикосновения при этом осколки лежали у меня вот эти обломки большие лежали у меня вот так буквально лежали в этот момент когда я встала сфотографировала это я восприняла это как проявление сверхъестественной божественной защиты и конечно это так и есть но дальше вы увидите больше я увидела это как сверхъестественную божью защиту за что естественно прославила господа и подумала и потом сказала некоторым моим друзьям что наверное это было наверное это ангел закрыл рукой мою голову потому что обо что то этот обломок раскололся на 4 куска но при этом к моему лицу и к моей голове не прикоснулся это абсолютно сверхъестественно но я в тот момент не знала что это это явление покрова или это внутреннее проявление или это я была я склонна была думать что скорее всего это ангел рукой закрыл мою голову в этот момент когда обломок падал в этот же день после этого обвала потолка в этот же день утром я обнаруживаю в день когда я должна была оплачивать некоторые счета связанные с тем делом которые я должна была совершить в это время начать совершать я захожу в свой банкинг и обнаруживаю что все мои счета арестованы совершенно по непонятным для меня причинам просто все все мои карты все мои счета просто все арестовано все мои деньги все мои средства все арестованы то есть я ничего вообще не могу сделать и налички у меня как-то так вышло что в этот момент не осталось я понимаю что это конкретная атака идет на меня в это время связанное с попыткой демонических сил остановить то что Бог совершает сейчас в нас возгорание сердца и это то откровение и та грань в которой я некоторое время с вами уже двигаюсь и делюсь и отчасти освобождаю поимея откровение и понимание ты в шаломе потому что я знаю что это Божья работа и это Божье дело поэтому я не переживаю ни о чем интересно то дорогие что в тот день когда арестованы были мои счета ну казалось бы надо в этот день начать звонить выяснять расспрашивать что почему как посмели как снять что делать вы знаете вы знаете в этот день уникальным образом вот не этот обломок не этот арест счетов слава Господу за его благодать никаким образом не повредил ни шалом Божий ни откровение Господне не поколебал вернее и в этот день начинает звучать голубка вот в этот день когда была совершена атака начинает меня окружать голубица просто своими крыльями Дух Святой начинает окружать понимаете да и в этот день я погружаюсь в новое измерение откровения единения с Господом я не занимаюсь счетами я не сделала в этот день ни одного звонка покров крыльев голубицы просто окружил меня и это откровение начало во мне как бы вам это передать оно окружило наполнило меня переполнило и начало как будто наэлектризованно активизироваться вновь и это было вот дня 4 назад звонить выяснять узнавать а начало только на следующий день вот это была вторая зарисовка да уловите это все одно об одном и вот сегодня я сегодня как я уже сказала не планировала выходить в эфир я сегодня работала в том самом старом саду в котором освобождая розовый куст в сентябре девятнадцатого года господь начал говорить мне о голубке и когда зазвучала песня оказавшись использованной господом пророчески в которой господь призывает свою возлюбленную вернуться в старый сад для встречи с ним в этой песне даже есть слова ложи из ландышей из зеленых ландышей и вы помните в песне песней господь говорит наша ложа зелено абсолютно библейские послания в этой песне это было начало и вот в этом саду я сегодня работала целый день была прекрасная солнечная погода и я делала некоторую работу которую надо было делать и уже вечером около шести часов я захожу в дом ставлю телефон на зарядку который разрядился перебросились буквально двумя парой фраз звебегуль и во время разговора с тобой Библа во мне возгорелся огонь такое особенное присутствие Святого Духа меня наполнило и я ощущала это как горящий огонь внутри просто внезапно мгновение я об этом не думала я не готовилась я не молилась я не пропитывалась я просто пришла из сада который по откровению совершаю восстанавливаю и работаю в нем и прямо посреди разговора с тобой Библа я потому и вышла из разговора сразу без до свидания потому что огонь возгорелся во мне и я пошла в общение со Святым Духом и это было определенное время общения от сердца к сердцу знаете пропитывание такой любовью и в пропитывании я порой возлегаю возлегаю так я сделала и сегодня и в одно мгновение пребывала опять я уже не не просто в откровении а в переживании сегодня единение и в таком практическом переживании единение с Господом вот что было сегодня во что Дух Святой меня повлек и вот дорогие почему нам важно с вами когда Господь особенно влечет вас когда вы ощущаете что Дух Святой манит вас к себе никогда не игнорируйте это оставляйте все бросайте все бегите к нему я вообще собиралась поужинать приготовить рыбку с брокколи вкусно поужинать после работы отдохнуть но я забыла обо всем когда Господь пришел и это было такое чудесное время единения и любви и вот это я и отец одно звучит уже несколько дней и в одно мгновение Господь побуждает меня открыть глаза и посмотреть на мой драгоценный потолок который еще является частью развалин который будет восстановлен должен быть восстановлен и дорогие меня накрыло когда я посмотрела на то место откуда обвалился этот кусок потолка как вам это объяснить знаете в старых домах под штукатуркой под слоем штукатурки делают такие перекрестные вот может кто знает решеточки то ли из бересты то ли из чего-то такого и это место откуда упал этот обломок балка длинная я вижу на этом оторванном месте оголенном две римские десять конкретные две римские десяточки драмка вот кто-то пишет наверное да это оно и есть получается что все десятилетиями скопившиеся слои штукатурки упали а вот эта дранка или что там береста она получилась открытой и я этого раньше не видела все эти четыре или сколько дней а сейчас я открываю глаза вижу эти две десятки два крестика длинных ну продолговатых и сразу у меня звучит десять-десять Иоанна десять-десять я погоди погоди Иоанна десять-десять жизнь и жизнь с избытком да господь хорошо а к чему это что это и дух святой в этот момент когда я задала вопрос дух святой начал говорить мне родные и он сказал и он сказал мне то что на тебя упал этот обломок и он к тебе даже не прикоснулся это было не просто защита господня это было проявление жизни с избытком и дальше дух святой сказал жизнь с избытком это когда тебя не могут убить о Иисус ключевой гранью частью проявления жизни с избытком это жизнь не перестающая сила жизни не перестающий это жизнь которую не могут отнять господь конкретно сказал это когда тебя не могут убить вот каким проявлением это было вау я бы сама этого не не распаковала если бы не все вот это вместе понимаете дорогие все что я вам сейчас развернула как оберточку конфетки развернула чтобы эту конфетку уже съели это откровение вот о чем речь когда господь говорит я принес вам жизнь чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком это та самая сила жизни не перестающая которой говорит Павел о Иисус спасибо тебе дорогие время сейчас не просто верить уже в исцеление и искать исцеление я вам признаюсь вообще исцеление это чудесно это прекрасно и мы еще будем видеть вещи которых мы вообще близко еще не видели но я верю что господь настолько дальше желает повести свое тело чем откровение и понимание господа как целителя лично я некоторое время практикую исцеление не через откровение об исцелении а больше некоторое время уже господь ведет меня в том чтобы я получала восстановление разрушенного через откровение осознание и практику с господом его жизни во мне уловите о чем речь он больше чем целитель он не только целитель пришло время познавать грани господа которых мы ранее не знали он источник всяческой жизни а это значит не только рождение это значит жизни не перестающий то есть которую невозможно прервать которую невозможно остановить и дорогие внимание сейчас поймите меня правильно о иисус спасибо тебе дорогой господи какое прекрасное божье помазание на это это понимаете это это откровение жизни не перестающие в нас силы жизни не перестающие оно переводит нас от помазания исцеления к явлению славы господней к явлению его жизни в нас жизни пребывающей жизни с избытком который которым источником которой является он сам и поймите правильно мы должны с вами очень ясно создавать у определенных людей во времена в которые описывает откровения во времена апокалипсиса откровения у определенной к тому призванной части людей сыновей дочерей будет дана им господом благодать претерпеть смерть ради господа и отдать свою жизнь за христа это определенная благодать это определенное предназначение и то есть когда и это кстати совершенно не отменяет и никак не меняет истины о том что мы владеем и имеем с вами источник силы жизни не перестающий дорогие услышите человек 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 который который отдаст свою жизнь за господа это будут определенные люди это не означает что они не имеют этот источник просто у них такое предназначение и такая благодать от господа совершить это и это не отменяет жизни которая продолжится и после этой жертвы естественно и это жизнь не перестающая и ее явление и таким образом но я верю в то я верю в то и это соответствует писанию что определенная группа поколение или можно сказать так давайте многие люди некоторые люди как угодно скажите то есть не придирайтесь сейчас не прикапывайтесь к моим словам я верю что мы призваны давайте вот я так скажу мы как тело вообще призваны познать не тление познать жизнь не перестающую в теле и об этом говорили апостолы когда говорили о том что некоторые из нас преобразятся без смерти об этом говорит писание и вы это прекрасно можете найти это если захотите и некоторое время господь раскрывает во мне это откровение это понимание и ведет меня в этом определенным образом учит меня в этом и для нас как для экклесии я верю пришло время познавать это потому что мы этого еще не знали примеры есть такие их чем и ну и 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 Но Отец в ближайшие годы поведет нас с вами в том, чтобы вкушать силу жизни, не перестающей. И теперь важное второе мое замечание, дорогие. Многие об этом могут говорить, могут об этом делиться, говорить об этом, или проповедовать об этом, или желать, искать этого. Но я вам хочу сказать очень важную вещь. И очень важно здесь такое замечание, скажем, и заявление в определенной степени. Истинную жизнь, не перестающую, вкусят и познают те люди. И только те люди, которые войдут в это через единение со Христом в сильной близости любви, что и есть грань, функция, голубки. Соединение с Господом через сильную любовь. Именно это соединение в отношениях любви является и будет являться единственным, услышьте, единственным основанием и причиной проявления истинных сил грядущего века в народе Божьем и в отдельных людях. Только познание, как и познали они друг друга, да, стали одной плотью. То есть познание, соединение, все, неразрывно, ты и я. Люди Божьи будут входить в нетление. Другого пути нет. Можно хотеть чудес, можно желать сверхъестественного и двигаться в сверхъестественном. Но истинная жизнь с избытком Христа будет открываться только через эту грань соединения с Господом в любви. Поэтому Господь и призывает многих из нас И призывает невесту Христову, как голубицу, в небесные сферы, приготовленную в сад любви, Который в небесных сферах и внутри нас одновременно. В котором Он желает соединиться с Своей возлюбленной. И куда Он ее и влечет. И именно голубица отвечает на этот призыв. И именно голубица входит в это. Это главное предназначение и цель голубки. И это есть путь, это любовь, единение с Господом. Это есть путь в Я и Отец одно. Я и Отец одно. Помните, Иисус сказал, пусть будут они едины, как мы с тобой едины. Да? То есть мы едины будем через единение с Господом. И во Христе мы имеем единение с Отцом, потому что Иисус и Отец одно. И мы, написано, соединяющийся с Духом Божьим, есть один Дух. То есть мы один Дух с Господом. Мы едины с Ним. И в Нем мы едины с Отцом. Это тяжело понять. Это можно только Духом воспринять. Получив откровение. И это является порталом этой дверью в жизнь с избытком. Я хотела что-то еще сказать, но я уже дальше не пойду. На сегодня хватит. Но в следующем прямом эфире он не будет далеким. Он будет в ближайшие дни. Следите за оповещением, если оно будет возможным. Не всегда оно возможно. И проверьте, кстати, дорогие, стоят ли у вас включены все уведомления на оповещение прямых эфиров. И в следующий эфир я хочу делиться о команде Голубки. Потому что есть некоторые очень интересные, уникальные вещи, которые сейчас всплыли. И я хочу больше это приоткрыть. Кому интересно больше узнать и понять, узнать и получить откровение о Голубке, напишите в комментариях. А на сегодня хватит и этой бомбы от Господа. Я молюсь, дорогие, молюсь, чтобы это семя, которое сегодня посеялось в вас, а это живое семя. Это не просто вы слышали информацию. Это живое семя, содержащее жизнь и жизнь с избытком нашего Господа, Иисуса Христа. Это откровение сейчас посеяно в вас, как новая грань вашего откровения, как углубление откровения. Для кого-то вообще впервые это откровение. Расширение откровения. И конкретно это откровение, что жизнь с избытком, это когда тебя не могут убить. И вот таким уникальным образом явленное во мне в этот раз, удивительным просто образом с этим обломком, который я теперь понимаю, что он разбился, а природу Божью, которую нельзя повредить. Это было проявление этой жизни с избытком. Означает ли это, что я совершилась в этом? Конечно, нет. Но это было проявление этого. И это то, в чем я углубляюсь, укореняюсь, познаю, вкушаю. И, конечно, мы все должны с вами начать это вкушать, знакомиться хотя бы. Вот. И я об этом ревную. Почему я об этом ревную, как-нибудь тоже этим поделюсь. Очень библейское основание, между прочим, и очень фундаментальное основание у этого стремления. Но в ближайшем следующем эфире я поделюсь конкретно о команде Голубки. А сейчас вот это откровение, как живое семя, которое попало в вас, в ваш дух, в ваш разум, в вашу внутренность. Я молюсь, чтобы оно принесло жизнь этому насаждению Господа в вас. Чтобы это проросло в вас и возрастало в вас. Это откровение содержит в себе помазание и благодать для его расширения. Когда вы будете молиться об этом, размышлять об этом, рассматривать это в Писании, углубляться, созерцать это в Писании, в Слове Божьем. Когда вы будете созерцать Господа, как источник вашей жизни, не перестающий, это будет раскрываться в вас и возрастать в вас, как прекрасное дерево. То самое дерево, которое в потоках вод стоит, лист которого не вянет, лист которого всегда зеленеет в любые сезоны мира, и плод которого пребывающий во всякое время. Ибо это дерево из книги Откровения, из небесных сфер, оно есть, оно питает и берет жизнь из источника жизни с избытком. Поэтому оно не может увядать, оно не умирает, и оно само является явлением жизни неперестающей. Это то, что я верю, Господь желает, чтобы было раскрыто и явлено в нас. И это является важной частью, гранью Откровения Сыновей Божьих. И того вскрытия и обнаружения явления Господа в нас, которое будет происходить в грядущие годы на земле. Молюсь, чтобы Господь, чтобы Дух Святой, и верю, что Он делает это прямо в этом эфире, прямо посреди этого эфира, Возжигал сердца Ваши, жгучей любовью Господа, привлекал Вас к Себе. Он всегда это делает. Но помазание Святого Духа, который течет сейчас посредством этого Откровения, оно будоражит что-то в Вашей внутренности и сдвигает плиты. Я сейчас это вижу, потому говорю. Сдвигает плиты, которые годами не сдвигались в Вашей внутренности. И когда происходит сдвиг этих многолетних, многолетнее время уже загромождающий, как бы блокирующий это соединение с Господом внутри Вас, в Вашей Душе, когда происходит этот сдвиг, это разрушение Ерма происходит. Разрушение Ерма оттулка Господнего, от помазания Святого Духа. Это будоражит внутренность. И у некоторых из Вас начинает, знаете, как пузыриться, бурлеть внутри Вас, внутри живота или чуть выше. Начинает как будто жизнь там какая-то проявляться. И она, конечно, не какая-то, это жизнь Господа, жизнь Духа Святого в Вас. Да, вот тут он написал день рождения, и я вспомнила, что сегодня 10-е-десятое, дорогие. О, Иисус! Сегодня 10-е октября. 10-10. О, Господи! Да раскроется, да проявится, да явится в Вас жизнь Господа и жизнь Его с избытком. Сила жизни, не перестающей. Жизнь с избытком, дарована Иисусом Иоанна 10-10. Сегодня в 10-10, 10-го октября, высвобождается это. Это уникально. Так тоже говорит Господь. Так тоже говорит Господь, мои дорогие. Это все Его уникальное подительство. Поэтому я должна была сделать это сегодня. Я верю, что Вы были благословлены этим откровением. И этим посланием сегодня. Да, и в ближайшие дни мы пойдем с Вами больше в Голубицу. В Откровение о команде Голубки. Благословений Вам. Доброй ночи, вечера, дня. С Господом Вам. Шалом Божий. Да наполнит, дорогие, Вашу внутренность и Ваши дома. Во имя Иисуса Христа. Амэн. С Господом, дорогие. Пока. Спасибо всем, кто поделился этим видео. Я верю, оно будет благословением для многих. Поделитесь им на страничках в группе, где Вы можете. Пусть это вкусное откровение сегодня вкусят наши братья и сестры. Сегодня и в последующие дни, когда Ангелы Божьи будут это послание распространять. Благословляю Вас драгоценно.